Давайте посмотрим, как это можно быстро применить для доказательства теоремы Ахарии. Очень просто. Давайте смотрим прямая картинка. Индукция по числу вершин. Есть на графе одна вершина, мне кажется, что примерять там ничего. Две вершины, ну это по большому счету теоремы Жордана, я сказал, что мы это обсуждать не будем. Три вершины, то же самое теоремы Жордана. А вот если для трех вершин рассчитать, что мы доказали теорему, посмотрим, когда в графе четыре вершины или больше. Пусть для меньшего числа вершин все доказали, посмотрим граф с очередным количеством вершин. Он как-то нарисован на плоскости, у него кривые там какие-то ребра. Мы его добавили, нужное количество ребр, превратили, чтобы все стало треугольными, ну вот этими кривыми треугольниками. Применили вот эту левку и нашли вершину степени не больше пяти. Так вот, ребят, в этот момент происходит маленькое чудо. Если эта вершина расположена, пусть не нужно, внутри графа, то происходит очень простая история. Представляете, вот она расположена внутри графа. Из нее выходит пять или меньше ребр. Мы эту вершину выбрасываем, вершин стало на одну меньше. Применяем предположение индукции. Что значит предположение индукции? То есть выпрямляем все ребра в новом графе. Выпрямляем все ребра. Заметьте, это делается на определенной информации. И вот этот вот пятиугольник, кривой, который будет, превратится в какой-то пятиугольник. Ну а теперь давайте посмотрим. Если у нас есть пятиугольник, выпуклый, можем мы в него добавить точку и соединить со всеми вершинами и прямыми отрезками? Если выпуклый, без проблем. Если у него есть какая-нибудь нелегкость. Представьте себе, вот он как-нибудь такой. С двумя углами, которые больше, чем в 180 градусах. Вы шестиугольник нарисовали. Что? Вы шестиугольник нарисовали. Я нарисовал шестиугольник, но это я зря сделал. В принципе, я мог бы нарисовать такой и пятиугольник. Классно? Туда вот. Он мог идти. Так вот, например, легко понять. То есть я на линии, соединяющей эти две точки, возьму точечку, то есть в нее весь пятиугольник видит. Ну, теперь думаем, какие еще варианты. Если только одна такая невыпухлость, а все остальные углы меньше, чем 180. Вот просто ставишь точку, здесь все видно. В общем, господа, легко понять, что шестиугольник, в котором нет такой точки, из которой все видно, существует. Это знаменитая картинка. Наверное, все ее много раз видели в разных вариантах. Вот если так вот нарисовать. И после этого чуть-чуть здесь вот в уголке сделать. То, смотрите, что будет. Чтобы увидеть вот эту вершину, чтобы туда, надо, чтобы наша точка была бы где-то в этой области. Чтобы увидеть эту вершину, она должна быть где-то в этой области. А чтобы увидеть ту, она должна быть где-то в этой области. Но эти три области не пересекаются. Просто потому, что пересечение вот этой и вот этой, это такой маленький четырехугольник, а это никак не пересекается. Значит, для шестиугольника была бы проблема. Но у нас все замечательно. У нас вершины в степени не больше 5. Поняли? Значит, когда точка внутри, проблем вообще никаких. Хорошо? Хорошо. А что делать, если наша вершина маленькой степени случайно оказалась на границе? Ну, ребята, тут есть, на самом деле, два варианта. Один вариант такой. Подправить вот эту племму, сказать не хотя бы одна, а хотя бы четырех. Ну, это, естественно, если всего у него решили, начиная с четырех, да? Вот. Это я сейчас докажу. А можно и не подправлять. Давайте я сначала объясню, как можно это сделать, если не подправлять. А потом я ее подправлю. Значит, итак, ребята, если случайно оказалась на границе, то что это, по большому счету, означает? Что вот у нас есть треангулированный граф, внешняя грань, сейчас мы кривой треугольник, внешняя грань, кривой треугольник, и отсюда исходит пять или меньше рюкли. Давайте я нарисую разные картинки. Скажем, если исходит... Это кривой треугольник, не прямой. Если исходит четыре, или если исходит три. Так вот, господа, смотрите, смотрите, как все просто. Если исходит три, то мы просто говорим, что вот этот вот граф, у него имеет внешнюю грань треугольник, и поэтому надо его, по теории грифории, распрямить, у него все рюкли. А после этого добавить почку рядышком с нужной вершиной треугольника, из которой все замечательно. Хуже, если картинка такая или такая. Почему? Потому что здесь получается, что грань это вовсе... Знаете, я хочу сейчас убрать вот эту решину, применить это в положении индукции, и, так сказать, распрямить вот этот граф. Но если я распрямлю граф, то он запросто может превратиться в четырехугольник, а бывает, что четырехугольник, собственно, не выпуклый четырехугольник, его видно, можно сделать, чтобы все вершины были видно, а выпуклый, не особо увидишь, вот это не уменьшено. Так сделаем так. Вот смотрите. Я беру, убираю, давайте я прормирую, А, Б, С, Д, вот эти точки нет. Убираю точку Е, и добавляю ребро Б, Д. У меня же получился тогда граф на плоскости. Его я могу реализовать уже прямыми отрезками. Его я реализовываю отрезками Б, А, Д. Вот это вот ребро, оно будет прямым отрезком. Ну и тут где-то будет, точка С, да, где они передвинутся, и здесь уже внутри все ребра будут прямые, все замечательно. Как теперь добавить точку Е? Очень просто. Надо, во-первых, убрать вот это вот ребро, а точку Е добавить на продолжение беседы селого трехугла. Мы теперь ее можем соединить сюда, 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 все замечательно. ровно так же поступаем здесь. Смотрите, вот здесь у меня получается какой-то тут пятиугольник, чтобы проследить за ним, А, Б, С, Д, Е, а вот это вот точку Е, которую я хочу отбросить, чтобы у меня эмоция пошла. Я добавлю два ребра, а именно ребро С, Е, и ребро С, А. Получу планарный граф, значит, его можно изобразить, его можно изобразить, здесь у меня А, Е, здесь прямые отрезки, здесь прямой отрезок, да, вот это вот, как уж у меня точки, вот это у меня будет точка С, это точка В, это точка Д, и все просто. Надо теперь вот эти вот добавленные токи четыреха убрать, и на продолжение бисектрисы опять взять точку. Тогда ее нужно будет соединить и с А, и с А, и с А. С, Д, и с А. Все замечательно. Вот так доказывается теория Пафари, если не усиливать лему. Почему лему можно усиливать? А вот почему. Потому что у нас не просто 3В меньше, чем л, а 3В минус л, смотрите, равно 6. Вот давайте подумаем. Если мы идем по графу и считаем в каждой вершине сколько из нее выходит лёг. Представьте себе, что во всех вершинах 6 или больше, кроме каких-то там трех или меньшего количества. Сколько мы тогда насчитаем? Значит, итак, у нас есть какие-то 3 или меньше плохих вершин, и остальных вершин у нас В минус 3 штуки. Замечательно. В каждой из них мы насчитаем минимум 6 рёбер. Теперь в этих у нас же граф потриангулированный сколько сколько минимум выходит из каждой токи, если все грани треугольников. Из каждой выходит минимум 6 отрезков. Отлично. Теперь, поскольку у нас все грани треугольники, может быть, чтобы из вершины выходило 2 отрезка. Если в графе больше, чем 3 вершины. Не, не может. Из каждой вершины выходит минимум 3 отрезка. Значит, вот это самое 3х3. И мы получаем важную вещь, что удвоенное количество рёбер, поскольку при этом подсчёте у нас будет так, должно быть не меньше вот этого. Ну, отлично. А это есть так, 6В минус что? Минус 18 плюс... Минус 9. Это, честное слово, 6В минус 9. Так. А у нас 2r. Это 6В минус 12. Всё, поверим. У нас это 6В минус 12, а здесь 6В минус 9. Так и бывает. В общем, ребята, не выкидываем токатанью. Двумя способами я вам сказал. Мы теорему фори доказали. Это замечательно. На самом деле у неё есть другие доказательства, потому что есть такая постановка задачи. Если нам дали в компьютерном виде граф, сколько требуется операций, чтобы изобразить его на плоскости. И, что называется, насколько насколько большой кусок плоскости потребуется, чтобы это было бы лично сделать. Оказывается, данный результат совершенно потрясающий. Удалось доказать, что на решётке размером V минус 2 на V минус 2 граф удается нарисовать.